Сегодня я расскажу вам про трюк, который навсегда изменил все экстремальные виды спорта. Гринды, скольжение, грайдинг. Я не про грайдинг в этих ваших моба-играх. Я говорю о перилках, бордюрах, гранях. В сегодняшнем видео мы рассмотрим, кто первый начал скользить по перилам и падать на кредитку. И как эта история преобразовала вообще все экстремальные виды спорта. Сегодняшнее видео содержит запредельную дозу скольжений. Поэтому обязательно запасись парафином перед просмотром. Вот такой, скут для серьезных людей или свинка для людей не менее серьезных. И вообще, лучший способ поддержать выход видео на этом канале, это купить что угодно из моей мерчухи. У нас есть сумки, носки, футболки, стикерпаки и все это по ссылке в описании и с доставкой по всему миру. А еще репощу в сторис тех, кто катается в нашем мерче. Наша история начинается в 70-х годах. Доктаун, Калифорния. Кто смотрел фильм Короли Доктауна, уже сейчас понял, о чем пойдет речь. А кто нет, рекомендую, это мой самый любимый фильм. Тони Альва, Пегги Оукли, Джеймс Адамс, будучи еще серферами, выкупили, что можно кататься в бассейнах на задних дворах богачей и получать похожие на серфинг ощущения. Но иногда бетонная волна оказывалась выше их возможностей. Колеса ударялись о копинг бассейна, доска вылетала из-под ног и вышибала чьи-то зубы, из которых еще две недели можно было выковыривать асфальт. Но среди всего этого олдскульного хаоса зародился новый трюк, фронтсайд кик-турн, грайндер, ну так его еще называли. И это стало основой для трюка, который можно назвать бэксайд слэш. И я бы хотел еще на секунду тут остановиться, чтобы оценить сами скитборды, на которых катались эти легенды. Вот эти ребята делали это все на скитбордах, которые выглядели как вот кусок заборной доски с колесами. И как бы это все невероятно не было, чего-то в этих первых гриндах не хватало, да? Около начала 80-х, даже в 1981 году, мы можем видеть кинопленку райдера по имени Дэвид Зи, которой на секунду мы можем увидеть, как он гриндит по копингу бассейна. Также в 1981 году Дуэйн Питерс тоже делал что-то вроде тейлслайда. Я не буду тыкать пальцем и кричать, что он упирался на руки, давайте просто засчитаем ему это. А вот в 1985 году мы можем увидеть, как уже Кристиан Хози делает довольно смачный бортслайд по всему копингу. И, как видите, гринды становятся все более и более популярны к концу 80-х. Важная ремарка, я не буду называть имена всех, кто изобрел какой-либо гринд, потому что в комментариях начнется забив олдов, а само видео будет длиной в час. А лайки, если хотите, видео длиной в час. Но, несмотря на то, что уже были довольно разные гринд-трюки, чего-то еще не хватало, заметили? Правильно, Рейлы, следующий большой шаг вперед. Этот, на первый взгляд, казалось бы простой элемент уличной инфраструктуры, станет следующим важным катализатором в мире гриндов. Примерно в 1986 году на соревнованиях NCA Ocean Attack скейтер по имени Натас Калпас вызывает удивление толпы, пытаясь скользить по перилам. Зрители в шоке. По тем временам народ бы меньше удивился, если бы Натас просто начал ходить по воде. Потому что такое уже было. Не верите? Атеисты. Но, как только толпа перестала в шоке кататься по асфальту и пришла в себя, они все заметили, что трюк-то крутой, но он его не увез. И именно так начинается гонка за то, кто же станет первым человеком, который увезет гринд на скейтборде по перилам. Что же случилось после этого события? Натас и его команда отправились на их локальный спот с перилами на пляже. И там он подкатывает крыло, запрыгивает на него, скользит и приземляется. Но никто не подумал заснять это на видео или хотя бы сделать фото. Браво, ребят, молодцы. Итак, нам приходится отправиться на поиски, чтобы узнать, где же можно найти первое задокументированное доказательство гринда по периле. И тут можно найти замечательное видео на канале RedRapVideo. Они фактически утверждают, что это был какой-то загадочный скейтбордист по имени Стрит Скотт. Если вы так вот заявляетесь на публику и говорите, что ваше имя Стрит, у меня очень странное представление о том, как вы можете выглядеть. Стрит Скотт был сфотографирован в 1985 году на периле. И у нас очень мало информации о том, как он сделал этот трюк, как он запрыгнул на перилу, увез ли он этот гринд, или он запрыгнул с кейвмана. Никто на самом деле не знает. То, что это фото. Но заметьте, что это было еще в 1985, то есть до той самой первой попытки Натаса на контесте в 1986. Да и Натас считаются первыми, кто взяли перила. Да, но вообще еще, наверное, Стрит Скотт. Так или иначе, в 1986 году Джонни Кобб стал первым скейтбордистом, у которого опубликовано изображение в журнале, на котором он делает гринд по рейлу. В июне 1987 года изображен скейтер Гонс, делающим Оли на бортслайд и приземлившимся. Именно в этот момент гонка и набрала свои максимальные обороты. Среди скейтбордистов было только и разговоров, что перила. Народ перешел от маленьких киздерейл-трюков к длинным перилам. Иногда даже к кинговым, иногда даже с поворотами. Ну а Гонс и Натас стали двумя пионерами гриндов. Ну и еще, наверное, Стрит Скотт. А если тогда Стрит Скотт солгал, получается он первый позер. История позеров. Количество трюков, связанных со скольжениями, которые изобрели Гонс и Натас, а также способы, которыми они проталкивали все эти трюки в спорт, навсегда изменили. Однако все это оставляет один неразрешенный вопрос. А какой следующий вид спорта начал гриндить? Значит, вариантов у нас два. BMX и сноубординг. В 80-х годах BMX в основном был известен дисциплиной BMX Racing. Про это я, кстати, уже кратко рассказывал в своем видео про Woodward. Это самая крутая тренировочная база для экстремальных видов спорта в мире. Вот тут у меня есть полный ролик, я там был и записал для вас видео. Но к концу 80-х годов, так или иначе, BMX начал добираться и до скейтпарка, в чему Woodward, кстати, и поспособствовал. Сайт 23Mac утверждает, что первый гринд на BMX был сделан в 1988 году человеком по имени Альберт Акампу. На фото мы можем увидеть, как он делает трюк, похожий на то, что сейчас называется Feeble. И еще немного времени спустя, в 1989 году, мы можем увидеть Pedalgrind, который выполняет уже другой BMX-ер Жан Сантос. Так что, можно подумать, что BMX был вторым. А давайте на секунду перенесемся на заснеженные склоны. Известный производитель сноубордов и команда Sims Snowboarding в 1988 году выпустили видео, на котором мы видим, как они тоже делают гринды, или как это называется в сноубординге, джипинг. Джипинг. Короче, это гринды по-сноубординчески. Так кто же начал скользить раньше, Альберт или ребята из Sims Snowboard? BMX-ер Альберт утверждает, что гринд был выполнен летом 1988 года, тогда как видео со сноубордистами было снято в 1988 и 87 году, а сноубординг это зимний вид спорта. И кроме того, никто же не утверждает, что это первый гринд на сноуборде. Глядя на уверенность райдеров в видео, создается впечатление, что они это делают уже далеко не первый раз. Поэтому я сейчас рискну и скажу, что, наверное, первым был сноубординг. Плюс в начале развития сноубординга многие скитбордисты пришли в этот спорт уже с навыками со скитборда, поэтому вполне возможно, что они и притащили за собой трюки. Так что да, вероятно, сноубординг был первым, но правду мы никогда не узнаем. Но есть нечто более важное. BMX или сноуборд? Кто первый из них сделал гринд именно по перилам? Хорошо сдокументировано, что в 1990 году Мэтт Хоффман сделал первый даблпек гринд на BMX. А вот первые сноуборды появились только в конце 90-х годов. Значит ли это, что сноубордисты добрались до перил позже, чем BMX? Ну вот если уж очень сильно душнить, то в архивах сноубординга есть одно видео под названием TV One, Totally Board One, где мы видим, как два сноубордиста прыгают на перилу, угадайте, в 1990 году. Короче, тут все сложно, мы не знаем точную дату записи этого сноуборд-видео. Трудно не душнить, но я подушню еще. Вероятно, с гриндами по перилам первым все же был Мэтт Хоффман, потому что его перила, она, понимаете, она более классическая. То есть это как бы перила, которая стоит у лестницы, идет вниз, вот то, что мы себе представляем, когда говорим о перилах. Ну, эдакий эталон перилы. Ну и если мы введем понятие эталон перилы, то сноубордистам понадобится еще немного времени, прежде чем мы увидим первые гринды по даунрейлам. И вот мы, казалось бы, разобрались, но вскоре на горизонте появляется еще один вид спорта, который оказывается причастен гриндам намного больше, чем все остальные виды спорта вместе взятые. Ролики. 21 ноября 1991 года Крис Эдвардс делает, наверное, самый стрёмный фронтсайт гринд по периле, который я когда-либо видел. Он буквально падает вдоль перила, чуть-чуть цепляя роликами и все равно увозит трюк. Вот прикиньте, вот этот единственный клип задал вектор развития для всех ролеров на следующие 30 лет. Если до этого момента ролики были скорее кринжовым а-ля фигурным катанием, то именно с этого момента этот спорт начал набирать брутальность и находить новые таланты. Кстати, роликовые коньки, как экстремальный спорт, они намного старше скейтбординга, сноубординга и всего, что мы с вами знаем, и имеют довольно богатую историю. Так что, если вам интересно, я могу сделать видео про это, напишите в комментариях. Если вы очень внимательно посмотрите на тот самый первый гринд Криса, вы кое-что заметите. Его роликовые коньки не подходят для гриндов от слова совсем. Да-да, наши деды, стараясь катать более агрессивно, переделывали роликовые коньки, чтобы, ну, они хоть как-то скользили. А ваши деды переделывали? Ну, а дальше понеслось. Производители роликовых коньков заметили, что их потребители творят какую-то дичь. Рыночек, вы знаете, порешал, и к середине 90-х мы увидели первое решение. И вот с этого момента, ууу, что началось? Райдеры вроде Арла Айзенберга, Джона Жулио, Брайна Аргон, Криса Хэффи, который, наверное, до сих пор удерживает мировой рекорд по самому длинному гринду, на чем лип. 666 футов. Ну, 200 метров примерно. И он-то сделал дважды. 666, верно? 666. 666, что это означает? Да-да, это я. Как будто в прошлой жизни это было лет 8 или 9 назад. А ты смог бы сейчас повторить? Ну, наверное, да. А развиваясь, этот спорт создает сотни разных вариаций гриндов, от которых даже сейчас сложно оторвать глаз. Только после этого на горизонте появляется еще несколько видов спорта, которые прилично так уже опаздывают на этот праздник граней хендрейлов и перил. Во-первых, лыжники. В общем-то, лыжники изначально пошли по немного другой ветке развития. Это как бы олимпийский спорт, что делает его своеобразным видом спорта для белых воротничков и бюрократов. Когда тот же сноубординг был скорее для панков. Поэтому первый зафиксированный гринд на лыжах раньше начала 2000-х крайне сложно найти. Но с другой стороны, как только лыжники начали скользить, они довольно быстро преуспели в этом деле. В настоящий момент, так там вообще жуть творится. Например, делают 720 бэкфлип на грейндбокс. Переходя к 2000-м, еще пару видов спорта начинают догонять всеобщую моду на скольжение и гринды. Ну, например, самокат. Вот, может, слышали что-нибудь про такой спорт. Я иногда интересуюсь. Немного. В начале 2000-х один из первых производителей самокатов, компания Разор, выпускает рекламный ролик, в котором вы уже можете увидеть что-то вроде FIBO. Также выходит и игра про трюковой самокат. Кстати, вот этот YouTube-канал я начинал именно с летсплеев по этой игре. Именно в этой игре уже можно было скользить по перилам. Исходя из того, что там даже были прописаны правильные названия для многих трюков, типа FIBO, SMIT, 50-50. Вполне очевидно, что, конечно, райдеры уже гриндили до выхода этой игры. Но найти видеоподтверждение этому трудновато. Короче, самокатеры начали гриндить, и мы с вами прекрасно знаем, к чему это все привело. Ну, еще экстремальные улицы Клисты. Да, такие тоже существуют. Лайк, если хотите видео про них. Они начали гриндить где-то в году 2005. Есть еще экстрим-погеры. Они добрались до перил где-то в году 2006, что можно видеть по видео Motor Stick 5. Еще есть скимбординг, про который я, кстати, тоже хочу сделать видос, потому что скимбординг и серфинг довольно популярные виды спорта в Португалии. Напишите, что вы думаете. Они начали гриндить в году 2010. Вейкбордисты так вообще начали гриндить в году 1996. Ну, по крайней мере, если гринд по пирсу является скольжением. И даже если нет, то к 2000-м у них все равно появились свои вейкпарки с блокджеком и рейлами. Ну, что там еще? Рипстик, вот эта электронная одноколесная хрень, снейкборд. Короче, все, на чем можно сделать гринд, человечество уже освоило. Есть еще один спорт, у которого все не так однозначно с гриндами. Паркур. Тоже знаете песню арабская сальто? Паркур, паркур. Паркур набрал популярность в начале 2000-х годов. И это как раз-таки один из тех случаев, когда непонятно на чем гриндить. Так что на какое-то время в нашей истории паркуристы пропали с радара. Но в 2012-м все изменилось. Атлет по имени Флориан Харт Вагнер выпустил видео под названием Do It Sleep and Slide. В нем, благодаря холодной погоде, он умудряется скользить по заледеневшим граням и перилам. К 2014-му году Джесси Лафлер изобрел шинслайд. А в 2015-м году Дэниел Илабака. 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 Ну, правда, этот товарищ уже тогда катосил на роликах, а сейчас так вообще спонсируется брендом Rollerblade. Но никто не гриндил в паркуре более официально, чем это делал Янис Шаут. В 2018-м году он выпустил видео, где делал разные гринды по перилам в обычной обуви, используя только немного воды и иногда масла. В 2019-му году он начал делать что-то вообще за гранью добра и зла, по типу флипов на перила, дропов и даже гриндов снизу вверх. Но кроме Яниса и еще пары других атлетов, гринды в паркуре больше никто и не подхватил. Скорее всего, потому что по умолчанию большинство поверхности не скользит, а постоянно носить с собой бутылку масла не так удобно. Но, возможно, прямо сейчас кое-что меняется. В 1997-м году были выпущены кроссовки Soap Shoes. Мыльная обувь. Буквально. Это были кроссовки, в которых была пластина, с помощью которой вы могли делать гринды. И тогда их почти сразу закидали тухлыми помидорами. Но, возможно, тогда, в 1997-м году, было еще слишком рано и мир попросту был не готов. Возможно, кроссовки опережали свое время. Потому что получается, что мыльная обувь появилась еще до самого хайпа вокруг паркура. Плюс проблема еще была в том, что люди просто делали гринд и все, больше ничего не делали. Типа ты берешь огромную пятиметровую кинговую перилу, приземляешься и просто убегаешь. Или уходишь такой пижонской походкой. Но уж если совсем душнить, в 2022-м году производители попробовали перезапустить обувь. И уже сейчас мы можем видеть, как люди такие, как Боб Риз, делают довольно интересные вещи в мыльных кроссовках. Я вот сам вчера листал чьи-то сторис в инстаграм и увидел, как на американском стрит-джеме кто-то прыгает на перилу именно в таких мыльных кроссовках. Реально, пацаны, не выдумываю. Так что, возможно, именно сейчас эта штука изменит паркур. Или за нее возьмутся роллеры. Или спорт расцветет сам по себе. Ну, знаете, 2023-й. Все возможно. Если среди моих подписчиков есть мыль на ботинчике, отмечайте меня в стори, будет очень интересно посмотреть на ваши гринды. Спасибо, что заказываете нашу кайфовую мерчуху. Ставите лайк под этим видео, пишите комментарии, а также зацените другие ролики, которые я для вас сделал. Пока!